Сегодня мы будем делать Они, наверное, вкусные То есть, как она считала, достойные царя Видимо, они поэтому назывались царскими варениками Сегодня я покажу, как их делать Это очень, конечно, трудоемкая работа Но при желании, каждая хозяйка, молодая хозяйка Даже на такой крохотной кухоньке, как моя Может сделать это прекрасное блюдо И может удивить своих домочадцев, своих близких Этим произведением кулинарного, я считаю, высшего мастерства Блюдо вкусное, поэтому ни в коем случае нельзя его забывать И нельзя из кухни, из нашего меню это блюдо упускать Потому что оно, во-первых, вкусное Во-вторых, очень полезное Та же моя тетя, которая была 90 с лишним лет Она говорила Ахар, то есть кукурузная мука Киран дэйзик дэйз То есть, это метла для желудка Вот так она характеризовала кукурузную муку Кукурузная мука бывает двух видов Грубого и тонкого помола Она помогает пищеварению, нормализует обменные процессы И очищает наш организм Изделия из кукурузной муки считаются диетической пищей Высокая калорийность кукурузной муки может считаться отрицательным качеством Однако стоит отметить, что при сравнительно высоком индексе жирности, кислотности И калорийность кукурузная мука легко усваивается Организмом и значительно снижает уровень холестерина Кукурузную муку производят из различных видов кукурузы Лучше всего приобретать муку, которая сделана на основе твердых сортов кукурузы Если вы решили испечь домашнюю выпечку, то лучше использовать кукурузную муку мелкого помола Мы, прежде чем взяться за тесто Тесто на царские вареники очень такое своеобразное Вообще положено его делать маленькими порциями Начинающая хозяйка должна это учитывать Потому что когда оно полежит, тесто для вареников не нравится лежать Оно не любит, когда оно лежит долго Оно начинает видоизменяться Поэтому консистенция изменяется Поэтому нужно сначала, прежде чем тесто завести Нужно завести все, что нужно Подготовить, вернее, все, что нужно для начинки Начинка сегодня у нас будет двух видов Первая начинка, это из черемши Она сейчас везде есть у нас в республике Это очень вкусный продукт И они очень дружат с кукурузной мукой Сейчас я сделаю обыкновенно Как мы готовим черемшу для того, чтобы ее покушать Как в обыкновенных наших семьях ее готовят Единственное, что я делаю, могу поделиться опытом Что я никогда черемшу не кладу в холодную воду И не заливаю холодной водой Потому что если я сейчас ее положу в холодную воду Пока эти будут происходить процессы Вода будет нагреваться Пар будет там все время находиться И черемша теряет цвет А вот если я сейчас налью туда горячей воды Или подожду, пока вода подогреется Моя, то черемша цвет свой не потеряет Из черемшей готовят с десяток блюд национальной кухни Жареная черемша самый простой способ ее приготовления А самый любимый это вареники с черемшей Принято, что в каждом районе вареники готовят по своим особенным рецептам Сегодня вы можете записать в свой кулинарный дневник Рецепт шаройских вачагалнаш Царские вареники из кукурузной муки с двумя начинками Технология приготовления этих вареников особенная Так как тесто из кукурузной муки очень капризное и нежное Перед подачей на стол вареники поливают топленым маслом или сметаной Также готовят соусы тубером и колбе Насыпаем немного соли И обыкновенно, как мы готовим для употребления Я думаю, что этого количества хватит нам сегодня Она должна быть чуть-чуть не готовой Не до готовности мы ее доводим Субтитры создавал DimaTorzok Нравится наша национальная кухня Нравится потому, что она простая, доступная и вместе с тем сытная Хотя там особых шедевров у нас нет в кухне Но я считаю, что она очень вкусная и очень полезная наша кухня Особенно вот кухня, та, которая была у нас в горных районах Сейчас я хочу рассказать о том, как выбирать муку На рынках Конечно же, нам приходится брать эту муку на рынках Я подхожу и просто беру небольшое количество муки И вот такую вот щепотку муки беру и съедаю ее Но съедаю так, чтобы хорошенько я ее распробовала сначала языком И если она не хорошая мука, если она перестоявшаяся мука, она горчит Даже чуть-чуть, если она перестоявшаяся, она горчит И еще есть следующий критерий Когда вы подходите брать муку, если вы ее вот так вот берете И она как бы не хочет распадаться потом снова Это тоже будет а не свежесть этой муки Вот теперь, пока остывает эта начинка, мы займемся другой начинкой Следующая начинка у нас будет состоять из творога и из зеленого лука Зеленый лук, как мы знаем, всегда был у горцев в части Его очень любили И его употребляли практически во все блюда Поэтому я сейчас его тоже тонко нашинкую Я уже говорила о том, что надо шинковать И черемшу придется очень тонко, очень мелко И лук зеленый тоже Потому что если мы его не нашинкуем тонко Опять-таки тесто будет рваться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У горских женщин все бывает Надо сказать, что ни одна из моих подруг, моих знакомых, моих близких Не остались равнодушными к этим вареникам Черемша, ее также называют вторым хлебом войнахов, пробуждает аппетит Очень хорошо усваивается организмом Кроме того, черемша – мощный природный антиоксидант Растет в предгорных лесах, под снегом Она также полезна для работы сердца Способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек Черемшу рекомендуют при авитаминозе, атеросклерозе и гипертонической болезни Листья черемши обладают сильными бактерицидными свойствами Черемша также является прекрасным средством для профилактики и лечения простудных заболеваний Сейчас я должна замесить вот это тесто Тесто замешивается горячей водой Как я сказала, сюда нужно шестую часть пшеничной муки Ну, это где-то примерно вот так вот Даже это будет многовато Вот так вот Думаю, на этом остановимся Вода должна быть очень горячая Хорошо, если она будет кипящая Ну, вот тут уже надо проворнее работать Ложкой, чтобы не свернулась Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Теперь я что еще сделаю? Пока я буду делать следующий вареник Тот варенье, который я опустила первым, может приготовиться. Поэтому я сразу ставлю посуду, сразу вытаскиваю специальный душлаг, который у меня есть. Вот он. Этот душлаг специально сделан для таких галушек. Его делают у наших в Русских горах. Есть такие Ахметы, вот они делают специально. Это для того, чтобы вареник не ранился. Вы сейчас увидите, как это бывает. Все, без смелая роман. Первый пошел. Вот он лёгкий плашмя, значит этот вареник готов. Мы его можем забирать. Вот они рядышком лежат, но я их не рискну взять вместе оба, потому что они очень капризные. Они не любят резких движений, резких прикосновений. Я их буду брать по одному. Вот один. И следующий тоже сейчас возьму. Вот он следующий. Воду вот в эти дырки выливаем. Ну, все наши девочки, я не знаю, наверное, все кавказские девочки начинают очень рано готовить. Я тоже начала рано готовить. В 12 лет я уже самостоятельно делала кое-что из кухни. Мама научила меня. Вот. И люблю я всегда кухню. Всегда я учусь. Даже сегодня, уже будучи пожилым человеком, я учусь. И мне не чуждо. Ничья кухня, лишь бы это было вкусно, лишь бы это было приемлемо. Сейчас я хочу приготовить наш известный всем соус. Два соуса. Один соус называется колдят. То есть его готовят с маслом, творог с маслом. А другой соус... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова